Привет, друзья! Показываю вам в этом видео отель Royal Albatros Moderna 5 звезд. Погнали! Итак, ребят, вот мы зашли и видим сразу пол отеля. Слева у нас ресепшн, там где туристы регистрируют свое проживание, а справа, ребят, у нас бар. Смотрим, что у нас с цветочками. Друзья, представьте себе, даже живые цветы встречают отдыхающих гостей этого отеля. Розы, лилии. Смотрите, красиво все, то есть говорит о том, что отель достаточно хорошего уровня. Ну и традиционно с холла отеля есть терраса. Откуда, друзья, открывается шикарный вид на всю территорию отеля. Смотрите, сколько здесь много бассейнов. И вон в самом конце у нас видно море. Значит, смотрите, тоже корпуса все коннект, то есть они соединены для того, чтобы в этой части отеля туристам было комфортно и уютно. И они были защищены от ветра, который присущий в сей бухте Набк Бэй, в которой расположен отель Альбатрос Модерна Пять Верс. Значит, насчет расположения. Отель находится почти в самом краю Набки, а это означает, что за отелем, можно сказать, инфраструктуры нету, не считая нескольких магазинов, которые находятся в удаленности от отеля. Поэтому, если хотим что-то выйти за территорию и погулять, берем такси, либо едем на маршрутке в бухту Наба Бэй, либо Хадаба. Расстояние от аэропорта до отеля примерно 11,5 километров. Но если вы поедете на групповом трансфере, то у вас будет экскурсия абсолютно по всем отелям, которые будут у вас по пути. Поэтому, если вы хотите быстрее попасть в ваш отель, то в аэропорту берем такси и уже минут через 15 вы будете на месте. Так, ребят, показываю вам номер категории стандарт. Смотрите, как это все выглядит. Сразу слева у нас чайный набор, чайник, чай, кофе и сам номер. В номере у нас одна двуспальная кровать, справа плазма, есть кресло со столиком и терраса. Показываю вам террасу. Смотрите, значит, ну, в принципе, небольшая терраса, но вполне уютная. Вид у нас получается на бассейн, очень все красиво. Так, показываю шкаф, смотрите. Ну, все идеально, новое. Сейф есть. Тут у нас мини-бар. В мини-баре у нас водичка. Так, показываю санузел, ребята. Смотрите, значит, в номере стандарт. Отель Альбатрос. Модерна 5 звезд. Так, умывальник. Косметика. Фен новенький. И такая большая душевая кабинка. Очень большая, ребят. Все идеально чисто. Ну, абсолютно новый номер. И вот такая вот детская зона, ребят. На пляже у отеля Альбатрос Модерна. Смотрите, как это все очень так вот хорошо выглядит. Ну, и, естественно, классно для детей. В общем, с детками здесь будет отдыхать очень хорошо. Потому что им здесь есть чем заняться. Вообще, конечно, такая пляжная линия. Очень хорошая, длинная, большая, ухоженная. В общем, все здесь на отличном уровне. Как и большинство других отелей сети Альбатрос. Так, друзья, показываю вам пляж отеля Royal Albatros Madeira. Так, пять звезд, которые находятся в Напке. Смотрите, значит, давайте начнем с пляжного покрытия. Значит, пляжное покрытие. Вот такая вот мелкая галька. В принципе, стандартная. Везде в Напке она одинаковая. Но если вы смотрите это видео, то обязательно покажу вам это пляжное покрытие. Дальше, вот там, где пляж встречается с водичкой. Смотрите, значит, небольшое участки коралловой плиты. Корки, вернее, даже не плиты. И дальше очень мелкий, пологий, вот такой вот песчано-галечный заход. Вон мужчина ходит метров пятьдесят от берега. Ему там даже меньше, чем по колено. Шезлонги здесь деревянные. Есть мягкие матрасы. Ну и, в принципе, большая часть пляжа вот с чисто песчано-галечным таким вот заходом. Очень мелкая. Ну и понтон, по-моему, примерно шестьсот пятьдесят метров. Сейчас попробуем пройтись, посмотреть, что у нас там. Возле понтона видим немножко коралловой корки. Ну и опять детки, вон, либо в коралках, либо в тапочках ходят. Ну, переступили ее и пошли по песчано-галечному заходу. Если нужно, тут с краешку маленьким деткам ну, как бы поплескаться в водичке. Дальше. Показываю вам, как выглядит понтон. Значит, вполне нормальный, стационарный, деревянный понтон, по которому комфортно ходить. То есть, его не шатает, не качает на волнах. Но, друзья, длина понтона шестьсот тридцать пять метров. Это то расстояние, которое я померил по гугл-карте. Ательер нам сказал, что длина понтона шестьсот двадцать метров, но пятнадцать метров на таком расстоянии это уже абсолютно не играет никакой роли. И еще хочу вам рассказать за один нюанс. Смотрите, если у вас номер будет в корпусе, который находится перед ресепшеном, то, чтобы дойти к пляжу, вам нужно пройти целых пятьсот сорок метров. И еще длину понтона шестьсот тридцать метров, чтобы поплавать. То есть, всего вам нужно пройти расстояние по территории отеля чуть больше, чем один километр, чтобы вы могли нормально поплавать. Но, ребят, в принципе, по пути, по понтону есть три спуска в воду. Значит, здесь глубина небольшая. И, кстати, смотрите, вот тут уже вы можете увидеть даже некоторых рыбок, которые плавают здесь возле этих спусков. Давайте сразу покажу, как выглядит здесь дно. Значит, как вы видите, вот это вот светлое, это, естественно, песочек, а вот это вот темное, смотрите, друзья, это различные камушки и обломки кораллов, по которым, ребят, очень небезопасно ходить, чтобы не повредить ваши ножки. Поэтому, если вы спускаетесь с понтона на этих спусках, то обязательно используйте специальную обувь, чтобы у вас не было никаких-либо там неприятных ситуаций. Дальше. В самом конце понтона есть небольшая платформа, на которой есть даже шезлонги и пара зонтиков. Ну, в принципе, как бы шезлонгов здесь много, а вот с зонтиками здесь как-то не сложилось. Ну, ладно. Значит, на этой платформе, в принципе, вы можете полежать на шезлонгах, если вы не хотите возвращаться назад на пляж и идти целых 600 метров до пляжа, чтобы вы там могли полежать на шезлонг. В общем, здесь также есть спуск в море с понтона. И здесь, ребят, вы уже можете посмотреть хоть на какие-то кораллы. Да, я не могу сказать, что здесь они хорошие либо нехорошие, потому что я здесь именно в конце этого понтона не плавал. Но, в принципе, здесь картинка стандартная, как и в большинстве других мест в Навке. Кораллы есть, но они будут, ну, не самые красивые, как в других местах, в других отелях. Значит, место для плавания здесь ограждено. Тут натянуты канаты, к которому привязаны спасательные круги. И за порядком тут следит спасатель. В общем, смотрим здесь. Стандартная картинка, как и для всей бухты Нав-Бэй. Для первого знакомства здесь кораллового рифа будет достаточно, но для заядлых дайверов место и отель нужно выбирать совсем другое. Так, друзья, показал вам отель Royal Albatross Moderna 5 звезд. Конечно, всю территорию именно отеля показать не получилось, но опять показал вам номер категории стандарт новый. Ребят, новый номер это очень важно. почему? Потому что в отеле есть примерно 35% номерного фонда, которые еще не обновлены номера. То у них, конечно, будет состояние немножко совсем по-другому выглядеть. Они будут короче вот так вот. Потому что этот номер новый, идеальный, просто идеальный номер. И территория, по территории все тоже вылизано, все чисто, все красиво. может быть где-то там что-то есть такое, но опять всю территорию я просто не прошел. А то, что прошел, то, что я вам показал, ребят, ну все просто в идеальном состоянии. По-египетски. Да и не только по-египетски. Реально отель приятный, классный, мне очень понравилось. Пляж вам тоже показал, показал вам понтон. Конечно, под водичкой полноценный коралл, тот, который есть в конце понтона, не получилось показать, но ребят, все просто. как бы в этом отеле классно для отдыха. Обязательно отдыхаем летом просто супер. Весна, осень, аккуратно отдыхаем, зима, ветерок. Это на пк, ничего здесь не поделаешь. В общем, на этом все, ребят. Пишите в комментариях, если вы здесь отдыхали, когда вы отдыхали летом, зимой, осенью, весной. Что понравилось, что не понравилось, обязательно напишите это в комментариях. Ну, и если есть вопросы, тоже задавайте все это в комментариях под этим видео. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, до новых встреч, друзья, пока-пока. Слово про детский клуб. Кто не был на следующем году, это наше фишка с прошлого года, что онлайн-трансляция детского клуба. Ну, это год, если в прошлом году не были, то значит, значит, новое. Меня зовут Олеся, если у вас будут вопросы, задайте потом, после, где-то информацию. В распечатках у вас указан электронный адрес, туда будете писать свои пожелания по размещению, потому что это важно, сейчас расскажу, почему. Отель разделен на две части, ресепшн стоит посерединке, то есть, есть номера до ресепшн, есть номера после. Отель семейный, маленьких детишек у нас очень-очень много, и первые этажи, часть отеля, которая после ресепшн, пользуется повышенным спросом. Цена, цена, абсолютно не цена. Значит, Wi-Fi работает по всей территории отеля, и он бесплатный, он работает в номерах, в лоббинах, баре, на ресторанах, на пляже, везде, абсолютно везде. В концепцию All Inclusive входит пять ресторанов, это азиатский, средиземноморский, немецкий, итальянский, восточная кухня. Аля карт у нас один, единственный, и он всегда платный, всегда. То есть, сразу бесплатного посещения нет, он стоит 20 долларов человека по предварительной записи. Заселение по стандартам в два часа, выселение в 12. Если есть номер, свободный, то гостей заселяют сразу же, то есть, при наличии свободных номеров. Оплаты за ранее заселение не существует. Заселить пораньше тоже получается, только при наличии таковой возможности. Не стоит нам писать, что едут с крупными детьми, там просим заселить пораньше, потому что у нас все едут с детьми. Точно так же с выселением. Никто не хочет выселяться в Муррине, все хотят выселить как можно попозже, потому что все с детьми. То есть, это тоже. От позднего выселения до 3 часов 15 евро, до 5.25, опять же, при наличии таковой возможности у отеля. На сегодняшний момент отель в стопе продаж, мы номера не продлеваем практически день в Кангон. Еще раз, может, до 3 часов 15 евро, до 5.25. При наличии свободных номеров такое возможности. Значит, детское меню евро. Детское меню находится в Средиземноморском ресторане. Безгутеновый хлеб находится также у нас там безгутеновое питание. То есть, безгутеновое питание представляет собой этот хлеб безгутенового, больше ничего, собственно говоря. Фрэши подаются у меня завтрак всегда, каждый день. Мороженое для всех категорий гостей. Колумбус Бар работает 24 часа в сутки. Анимация детская взрослая, детский клуб для деток от 4 до 12 лет. В Ирландском пабе у нас ежедневная дискотека и бар там работает с алкоголем бесплатно до 2 часов ночи. Из развлечений еще есть большой теннис, маленький теннис, бильяртная комната, мини-гольф. Это все бесплатно. Услуги СПА все платные. Тренажерный зал находится внутри СПА, он бесплатный. Да, и на центре все услуги платные. Потому что теннис и прокат есть ракеты? Да, просто берете их у работников. Оно будет платно только в ночное вечернее время. но как правило гости никогда этим не пользуются. То есть они всегда днем утра нету. Нету. Из детского питания только отварные овощи, мясо, рыба, птица. Раслеты одеваются сразу же при езде. гости могут пользоваться всеми услугами отеля до заселения. То же самое ситуация с выселением. В зимний период подогревается 4 бассейна, 2 детских аквапарка плюс 2 бассейна для взрослых и там лягушатнички для деток. Аквапарк для взрослых в зимнее время работает, но он идет без подогрея вам. Пантон 620 метров на протяжении пантона есть спуски. То есть последний самый глубокий 20 метров глубина. Коралловая стена. Спуски оборудованы зонтиками и шезлонгами. Спуски какие управляют? Вот так. Напк на сына своим противом наличие моря не балует около берега. Справа от пантона есть также лагунка. Та же самая ситуация. Во время прилива максимум погрузь будет, во время отлива по коленам. Нужна специальная обувь. Любому нужна специальная обувь. Мы рекомендуем. Вопросы? Давайте по-моему расскажу. Мы смотрим стандартный это с видом на бассейн. Максимальное размещение в стандартных номерах 2 плюс 1. То есть оставляется нормальная экстра бет. Не раскладушка. Экстра бет. Спальное место. Феймили номера идут двухкомнатные. Между ними слайдовая дверь. Это кинг сайз бет. И в следующем номере 2 полуторные кровати. Максимальное размещение 2 плюс 2. Если вам туроператор подтвердит инфантика ради бога, то он будет с подсранителями соответственно. То же самое и со стандартным номером. Если вам подтвердят 4 человека, у нас еще встречаются номера без ремонта. Их 35%. Там есть двухъярусная кровать. То есть гости могут быть размещены без большая кровать плюс двухъярусная на 4 человека. Вопросы есть? кроватные коляски и коршочки? Коршочки в колясках у нас нет. Экстра бэби код по запросу совершенно бесплатно. Халаты и тапочки не предоставляются. зубные пасты и щетки тем более. В номерах чайники чайные наборы утюги также не предоставляются. В мини-баре вода. Вода пополняется ежедневно. Уборщиком также воду можно брать в любом баре в любом ресторане без ограничений. Для молодоженов мы присылаем халаты и тапочки бутылочку вина фруктики либо тортик на выбор. Для годовщины свадьбы примерно то же самое. Ну и вы знаете что у нас большой процент из разных гостей. Любитых своих мы тоже любим и нравим.